Дело в том, что сегодня наша страна принадлежит узкому группу лиц, миллиардеров и мультимиллионеров. Причем все они находятся у власти, либо контролируют власть, являются ее составной частью и не имеют никакого отношения к народу. С какой стати собственники нашей страны должны брать на себя социальные обязательства по содержанию миллионов людей, которые не приносят им прибыли, либо не являются их охраной, либо не являются для них источником удовольствия. Посмотрите, кто сегодня живет плохо? Все те люди, которые не могли вписаться в обслугу владельцев государства. Все, кто являются сегодня обслугой владельцев государства, живут хорошо и не жалуются. Мало того, всячески отстаивают существующий строй. Но я еще раз хочу сказать, что все, кто не вписался в обслугу владельцев страны, жалуются на свою несчастную, никчемную жизнь. Но с какой стати владельцы нашей страны будут заботиться о 14 миллионах пенсионеров, о каких-то детях, о каких-то многодетных, про инвалидов я вообще не говорю. Когда наша страна в виде заводов, фабрик, инфраструктурных объектов, ГОКов, это горно-обогатительные комбинаты, нефтеперегонных заводов, карьеров, шахт, досталось нескольких сот семей в нашей стране, вместе с этим по казусу судьбы им досталось и население. Но ни один же никогда, ни один владелец страны не претендовал на это население. Они его не просили. И сегодня основная задача стоит в том, чтобы быстро и, самое главное, эффективно, как можно дешевле избавиться от всего того, что находится в зоне умирания. Почему мы говорим быстро и эффективно? Потому что, прежде всего, все эти люди, которые требуют к себе социального отношения со стороны государства, они ежедневно проедают ресурсы. И неоднократно мы говорили, что эти там всякие нищие, эти там учителя, врачи почти каждый день есть хотят. Во-вторых, они все в будущем, опять же, нищие пенсионеры. Чтобы избавиться от них, нужно что сделать? Первое, чтобы вытеснить их за грань социума. Второе, добиться того, чтобы их социальные пенсионные накопления, там и все, что там было раньше в обязательствах, они до этого, прежде всего, не доживали. И в-третьих, это выдавить их из страны. С какой стати миллионы украинцев думают, что владельцы страны должны о них заботиться? Давайте подумаем наоборот, что это люди сегодня должны платить за свое право жить на их территории. Такая постановка вопроса является более правильной. И мы видим, что владельцы страны постепенно поднимают стоимость жизни на их территории. С какой стати они будут снижать коммунальные расходы, когда все генерирующие мощности, все водоканалы, газы и все принадлежит им? Почему они должны терять прибыль, если кто-то не может платить? Не можешь платить, не пользуйся. Такова суть. И с этой точки зрения, все реформы, которые проводятся и будут проводиться в Украине, являются эффективными и правильными. Потому что они направлены на то, чтобы владельцы государства, а это их государство, могли получать большую прибыль и соревноваться по богатству не с какой-нибудь там невнятной Венгрией или Румынией, а по богатству соревноваться с Россией, Великобританией, Германией и США. То есть наши владельцы нашей страны бросают вызов самым богатым людям планеты.